Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Станислав. Готов вам представить презентацию на тему исследования процессов газификации композитных топливов. Немножко понимаю, что мы не совсем по вашей тематике, но всё равно попытаюсь быстро и интересно вам рассказать. Что значит композитное топливо? Сейчас идея какая? Уголь является очень зольным, как правило, и низкосортные угли стараются в энергетике не использовать. Но очень много в стране отходов лесопромышленного производства, которые либо закапываются в землю, либо топятся в болотах, и не используются как энергетическое топливо. Конечно, древесина сама по себе является низкосортным видом топлива, и поэтому в энергетике его не используют, либо используют как в домашних печных условиях. Идея появилась какая? Создать композитное топливо на основе смеси низкосортного твёрдого топлива в виде угля и древесных опилок. И исследовать процессы как раз влияния концентрации добавления опилок в уголь, какая концентрация повлияет на его энергетические характеристики. Вот. И была задача исследовать. Вот справа вы видите, ну слева от вас вы видите уже брикеты, созданные из композитного топлива. Вот. Что было, на каких оборудованиях было исследование газификации? Ну это, конечно, был элементный состав изучен, да, то есть исследовано. Сама газификация моделируясь на оборудовании NETCH с приставкой QMS, которая исследует, когда при нагревании топлива исследуются газы выходящие. Вот. И получилось, мы распределили процентное соотношение добавления опилок в уголь 10, 25, 50 на 50, 75 на 90, на 10. Вот. И что получилось? Калорийность опилок была в пределах 20, калорийность угля 25. И вот в процессе добавления практически до процентного соотношения 50 на 50 мы видим следующую картину, что практически калорийность остается на уровне угля. Вот. Вот. Она практически не снижается, что положительно, уже является положительным эффектом. Далее мы исследовали зольность, выход летучих. А вот зольность как раз значительно снижается. И в то же время вроде остаются характеристики угля, калорийность на уровне угля, но зато для природы, для сохранности, то есть экологические характеристики гораздо значительно снижаются. Ну и увеличивается выход летучих, который нам как раз необходим для получения синтез газа, который мы впоследствии планируем использовать, да, либо именно в печках, либо именно синтез газ для сжигания, там, в различных агрегатах. Ну и дальше были исследованы, что древесина внесла, увеличился индекс зажигания, то есть снизилась температура зажигания, вот, и увеличилась скорость сгорения. Вот, ну и тут вы наблюдаете на слайде выводы, да, что, какие плюсы я обговорил уже. Вот, и дальнейшие планы – это как раз создавать брикетирование и создавать топливо, которое можно использовать в энергетических машинах, котлах, вот, что положительно будет влиять на выход выбросы, вот, и в то же время снижать потребление высокозольных углей, ну, которые высокозольные угли будут на природу влиять гораздо меньше, чем когда самостоятельных использовали. Ну, работу выполняли мы в рамках федерального целевого проекта, вот, она сейчас продолжается. У нас, для чего мы всю работу делали? Это для того, чтобы на ТЭЦ-3 в Томске мы построим на данный момент два газификатора, один слоевой, как раз на котором мы будем полученные брикеты, полученное топливо использовать, газифицировать, и полученный синтез газ будем использовать на газовых котлах. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. А наполнительные компоненты вы, например, связующие, пробовали добавлять? Еще раз. Наполнительные связующие компоненты. Да, конечно, само по себе опилки с углем прессуются неплохо, но они рассыпаются, поэтому свободно можно добавить, там, отходы, овес когда заготавливают, там, перемалывают, и вот отходы мучного какого-то вида топлива очень хорошо являются связующим. И мы вот исследовали, там, 5% от объемного количества, достаточно для того, чтобы брикет был плотный и не рассыпался. Вы, может быть, не в курсе, но этой же проблемой занимался профессор Нычаев в вашем институте. Нет, я не спорю, что, как бы, это не ноу-хау на самом деле, но занимались именно... Я еще раз говорю, что наш проект – это именно получение синтез газа, вот, из низкосортного топлива. Смесевое топливо – это, конечно, просто возможность получить энергетическое топливо, а синтез газ – это уже получение, там, энергетического газа, это экология, и в то же время, ну, мы планируем, там, выделять водород дальнейшем. Можно? Разрешите, я добавлю еще. Дело в том, что сейчас в Томской области очень много действует программ по рациональному природопользованию. И в то время, когда занимались вопросами создания и рассмотрения вопросов компонентного топлива, тогда это не так поддерживалось активно, как и сегодня. Сейчас этим вопросом активно занялись, и, на самом деле, действительно, это головная боль, когда ты едешь по поселку, где находится лесопромышленный комплекс, и у тебя вот эти вот леса просто горят, и ты зимой снимаешь рубашку, потому что в машине настолько жарко, что стекло прокаливается, да. Поэтому это сегодня сегодняшний день. Да, занимаются смесьем, но именно конкретный процентный состав. Ну, я практически уверен, что, как бы, исследуя, когда обзор литературы делали, именно процентовку, и плюс я занимаюсь сейчас, это одна из частей, да, то есть мы торф с опилками, дальше овес, отходы овса, гречихи, то есть это все, ну, параллельно также исследуются смесью. Парафин? Не пробовали? Парафин нет. Газ потом сжижается? Ну, в нашем случае мы его прям напрямую используем, то есть в газовых горелках, в котлах, ну, планируем использовать. Тепловой? Да, да, то есть, вот, но вполне возможно и процессы... То есть это для котельных? Да, это для котельных, для... Ну, в планах сейчас следующее, это газ используют в турбинах малой мощности, это когенерацию... То есть электростанция тоже? Да, да, то есть вообще идея получать чистый синтез газ и мини-турбину разработать, это следующий план, там, федеральный целевого проекта планируем, чтобы в малых поселках комплексно использовать и топливо, и уже вырабатывать электроэнергию. А можно ли использовать синтез газ, не только сжигать? Да, пожалуйста. Да, конечно, исследовано, синтез газ разлагают и получают, также можно бензин получать, можно какие-то там пленку, то есть это достаточно, процесс изучен в Европе, это технологический процесс нужно наладить, и можно получать различные компоненты. Вот такой вопрос, вот на тепловых электростанциях обычно используют вот такие, ну... Ну, средняя, там 6 килограмм. ...энергетические углы там, вот они используют как? Их просто размельчают, и в потоке воздуха вдувают уже котлы туда, а у вас брикеты. Ну, есть разные... Ну, вопрос какой, значит, можно ли как-то так вот мешать эти опилки и уголь, вот эту смесь горючую? Ну, да, мы совместно работаем с институтом катализа, вот, в Новосибирске. У них есть уникальная маленькая установка небольшой мощности, вот, и мы просто пыль смешана в разных процентах, буквально в июне месяце, в псевдожиженном слое сжигали и исследовали, то есть, в принципе, это возможно. А с кем вы там работали здесь и работаете? Ну, мы с Яковлевым, с Яковлевым. Ну, хорошо. Еще вопрос. При обработке гвалидных деревьев, в качестве охоты же может выходить смола? Почему смола не использует? В качестве, в качестве, она колейкая? Нет, это возможно. Я говорю, сейчас процесс брикетирования – это отдельный процесс для исследования, да? То есть, как бы, либо это температурное брикетирование, да, либо, но это, как бы, еще одна стадия, более проработки на стадии получения брикетов топлива. Да, сейчас была задача получить именно выход синтез газа, ну, необходимую концентрацию, и плюс энергетические характеристики, если используем чисто для сжигания. Вот. Вопросов больше нет. Есть еще один. О работах Бережнева Юрия Анатольевича. Вы что-нибудь слышали? Бережнева. От Сильферополя. Ну, я, скорее всего... Он, я объяснил, он обрабатывает смеси перед впрыском двигателя внутреннего сгорания, и что бензиновое, что дизельное, что газовое котельное, обрабатывает предварительно. А получая, ну, лазерами и в магнитном поле. И вот, коэффициент где-то 20%. Ну, к сожалению, не знаком. Я, конечно, в... Посмотрите, то есть, когда вы используете в котельных, вот то, что вы говорите, все равно измельчается в пыль, в топку, в процессе перед бросом в топку, можно обработать топливо, и выход будет больше. Ну, вот как раз Кирилл Борисович вам расскажет, он занимается именно каталитическими эффектами топлива. То есть, вот это... Понял. Ну, посмотрим. Да, обязательно, обязательно. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Это просто энергия дополнительная.